Приветствую вас и проблемы есть в нашей жизни всегда. Они всегда сопутствуют нам, они всегда находятся рядом с нами. Решаем одни проблемы, появляются другие. То есть, проблемы есть объективные обстоятельства нашей жизни. Жизнь без проблем, по сути, не существует. Беспроблемная жизнь это невозможно, потому что у человека в своей подлозе заложено преодолевать некоторые проблемы всегда. И поэтому отсюда нетрудно сделать вывод о том, что, поскольку проблемы являются главным негативным фактором в нашей жизни, но также являются и неизменным фактором, то решать проблемы – это одно. То есть, понятно, что человек на протяжении своей жизни решает какие-то проблемы. Но также важно, чтобы человек относился к этим проблемам так, как он относится, скажем, например, к ненатной погоде, например, к каким-то обстоятельствам негативным и так далее. То есть, к неким объективным, но неизменным факторам, которые могут осложнить жизнь. Вы знаете, тот маг, что вы переживаете, очень сильно, и до проблем, говорит о том, что вы не совсем имеете представление, как их решать. Добрый правильно решать проблемы, нужно грамотно представлять себе алгоритм действий по решению их. И для этого необходимо планировать свое поведение, ставить себе четкие задачи. Эти задачи последовательно выполняет, и в результате проблемы будут решаться. Но к ним, к проблемам, ну, не относиться голосовски, уйдут одни, появятся другие, и так будет все время. Другое дело, что вам необходимо сам факт наличия проблем воспринимать как некое постоянное. Ведь, по сути, это двигатель прогресса. Если бы не было проблем, человек не развивался, ни к чему не стремился, ничего не делал, и так далее. И именно наличие проблем толкает человека к каким-то совершениям. поэтому необходимо изменить постепенно, безусловно, изменить свое отношение к проблемам. И воспринимать их не как что-то сугубо негативное, а скорее как что-то позитивное, раз вы не можете от них избавиться. то есть, в данный момент времени проблемы решить вы не можете. Вы находитесь как бы в процессе их решения. И постоянно переживаете на эмоциональном уровне негативные последствия этих проблем. По сути, вы таким образом себя лишь изматываете. вы братьите свои силы и энергию на борьбу с тем, что объективно существует. Это то же самое, как если бы вы пытались на эмоциональном уровне бороться, скажем, с дождем. Борьба такая, изначально обречена на провал. И то же самое, то же самое происходит в жизни. необходимо не допускать на эмоциональном уровне проблемы так, чтобы они занимались все ваше внимание. И возможно стоит пересмотреть к ним свое отношение, чтобы знаете, как говорят, «Утрахные глаза велики». До сих пор, пока вы воспринимаете проблемы исключительно в субъективной форме, то есть не обзадяйте ни с кем их, они кажутся вам очень серьезными. Но если вы проблемы обсудите, то они столкнутся с реальным миром. Образ представления вами проблем столкнет с аналогичным у другого человека. Другой человек покажет вам, что то, что вы считаете серьезными дружностями, на самом деле не так уж и страшно. Именно поэтому так важно взаимодействовать с другими людьми по тем темам, которые вас очень сильно беспокоят, которые вас волнуют. Но понятно, что с каждым человеком, с любым человеком, особенно с человеком, который находится в вашем окружении, поговорить о личном, о волнующем, не всегда возможно. И поэтому вам очень желательно выбрать эксперта на нашем ресурсе и поговорить с ним все проблемы, которые у вас есть, чтобы получить о них наиболее реальное, наиболее объективное представление, чтобы воспринимать их не так, как вам представляют, через призму своих эмоций, а так, как они есть на самом деле. И тогда вам будет проще с ними уживаться и проще их решать. На этом все. Надеюсь, что помогу вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам вообще это понравилось, сделайте его, пожалуйста, лучше, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и пока.